Человечество славится неукротимой тягой изучать всё то, что нас окружает. Мы исследовали ближайший космос, построили станции на Антарктиде и обогнули весь земной шар бесчисленное количество раз. Но даже сегодня на планете существуют места, в которых человек ещё никогда не бывал. И находятся они прямо у нас под ногами. Наука точно не знает о том, что именно может располагаться на глубине в десятки тысяч километров. Однако породы, которые мы можем оттуда извлечь, являются такими же ценными, как и пробы, привезённые космическими аппаратами с иноземного тела. Но что именно мешает человеку заглянуть под землю так глубоко? И каких успехов в этом удалось достичь с помощью самой глубокой на Земле кольской скважины? Первый космический Люди занимались бурением сверхглубоких скважин с 13 века. Основная причина для создания такого рода проектов заключается в том, что под землёй может находиться огромное количество ранее неизученных нами объектов. Например, несколько лет назад геохимики из России, Франции и Германии обнаружили подземный океан Архейского периода, который находится на глубине примерно в 500 километров, а его объём превышает аналогичный показатель для всех поверхностных океанов в целом. С помощью этой находки наука смогла получить более точную информацию об особенностях формирования нашей планеты. И подобные открытия были бы невозможны без методов сверхглубинного бурения. Одним из самых ярких примеров такого проекта можно назвать Кольскую сверхглубокую скважину, которая даже через 24 года с момента её закрытия остаётся глубочайшей в мире. Создание Кольской скважины началось ещё в 1970 году и продолжалось вплоть до 1991 года. Её глубина достигает 12 262 метров, а диаметр верхнего отверстия равняется 92 сантиметрам. Бурение этого объекта происходило с помощью установки Уралмаш-4Э, а с глубины в 7 263 метра её заменило Уралмаш-15000. Вес которой превышал 200 тонн, а спуск и подъём колонны занимал примерно 18 часов. Место для бурения было выбрано в 10 километрах к западу от города Заполярной. Скважина заложена в северо-восточной части Балтийского щита, в области сочленения рудоносных докембрийских структур, типичных для фундаментов древних участков континентальной земной коры. Эта территория является наиболее удобной для сверхглубокого бурения, так как Кольский полуостров – это одно из немногих мест на материковой поверхности Земли, где чехол осадочных пород полностью отсутствует. И поверхность сложена породами очень древнего происхождения – возрастом около 3 миллиардов лет. В отличие от других крупных сверхглубоких скважин, которые бурились для добычи нефти, газа или геолого-разведочных работ, Кольская была создана исключительно для решения научно-исследовательских задач. Основной её целью было подтверждение теоретических моделей строения нижних слоёв земной коры, а также исследование характера границ между ними и мантией Земли. При этом исследователи также планировали получить информацию о глубинном строении никеленосного печенекского комплекса, выяснить особенности проявления геологических процессов, получить новые данные о тепловом режиме недр, глубинных водных растворах, газах и составе горных пород. Также Кольская скважина должна была способствовать совершенствованию имеющейся техники сверхглубокого бурения и развитию методов комплексных геофизических исследований пород и руд на больших глубинах. Бурение скважины началось 24 мая 1970 года. До глубины в 7000 метров процесс шёл относительно спокойно, так как бур проходил только через однородные прочные граниты. Однако, превысив отметку в 7 километров, аппарат вошёл в менее прочные слоистые породы, и при прохождении через них ствол скважины стал осыпаться с образованием пустот. В результате колонну заклинивало, и бур нередко обрывался при попытке подъёма. Такие аварии случались неоднократно, из-за чего структура скважины со временем обрела облик кроны дерева со множеством ответвлений. 6 июня 1979 года Кольская сверхглубокая побила рекорд в 9583 метра. Ранее принадлежавший нефтяной скважине Берта Роджерс в Оклахоми. А в 1983 году глубина отверстия достигла 12066 метров. Дойдя до такого рекордного показателя, бурение было ненадолго приостановлено. А когда через несколько месяцев процесс снова возобновился, произошла первая крупная авария, и бурение пришлось начать заново с 7-километровой отметки. К 1990 году новое ответвление достигло глубины 12262 метра. Однако после ещё нескольких крупных аварий процесс снова был прекращён, и спустя 4 года скважина была окончательно закрыта. Изначально предполагалось, что Кольская скважина поможет обнаружить ярко выраженную границу между гранитами и базальтами. Однако в образцах породы по всей глубине обнаруживались только граниты. При этом за счёт высокого давления и повышенной температуры у гранитов сильно менялись их физические свойства. А когда образцы поднимали, нередко гранит рассыпался, не выдерживая резкой смены давлений. Вынуть прочный кусок породы удавалось только при очень медленном подъёме бурового снаряда. И благодаря этому исследователи смогли получить много ценнейших сведений о земных недрах. Получение информации о температуре в скважине стало важнейшим результатом геотермических исследований, так как обнаруженные показатели были гораздо более высокие, чем те, что ожидалось увидеть. Вблизи поверхности скорость роста температуры составляла 11 градусов на километр, до глубины в два раза больше – 14 градусов на километр. В интервале от 2,2 до 7,5 километра температура росла со скоростью, приближающейся к 24 градусам на 1000 метров. В результате уже на 5-километровой глубине приборы зафиксировали температуру в 70 градусов Цельсия, а к 12 тысячам метров это значение достигло 220 градусов Цельсия. При этом информация о глубинном строении Балтийского щита существенно уточнила имеющиеся теоретические представления. Благодаря изучению состава сверхглубоких пород были получены данные, существенно отличающиеся от той информации, которой наука обладала до начала бурения скважины. Среди научных результатов нашлись и прикладные. Например, на небольших глубинах геологи нашли горизонт медно-никелевых руд, пригодных к добыче. А на глубине в 9,5 километров обнаружился слой геохимической аномалии золота, концентрация полезного ископаемого в котором доходила до грамма на одну тонну породы. И даже несмотря на то, что добыча с такой глубины вряд ли когда-нибудь будет возможна, само существование и свойства золотоносного слоя позволили уточнить модели эволюции данных минералов. Побить рекорд длины Кольской сверхглубокой удалось только скважинам, пробуренным сравнительно недавно с целью разработки больших газовых и нефтяных месторождений. Одной из таких стала пробуренная в 2008 году нефтяная скважина Майерск ОЛБД-04А, длина которой составила 12290 метров. А наиболее длинной скважиной на данный момент является З-42 Чаевинского месторождения, длиной 12700 метров. Однако глубину Кольской скважины побить так и не удалось. Кроме своих рекордных характеристик, Кольская сверхглубокая обладает еще и уникальной историей, которая за несколько лет обросла множеством легенд и загадочных мифов. Во многом причиной к этому послужили разнообразные аварии, объяснения которым ученым не всегда удавалось найти. Например, в 1995 году на максимальной глубине скважины произошел необъяснимый взрыв, из-за чего бурение пришлось прекратить. Причина явления так и не была установлена. При этом руководитель работ, академик Давид Миронович Губерман, подтвердил, что этому взрыву предшествовал странный шум. Однако спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не случалось. Вполне вероятно, что причиной могла стать поломка самой буровой установки или реакция с неизученным на данный момент веществом, которое там находилось. Ведь такие глубокие слои земного шара до сих пор являются для нас почти неизученными. Кольская сверхглубокая прошла всего малую часть длины от всего пути к центру Земли, полное расстояние до которого равняется 6371 километру. Работающие на скважине ученые надеялись достичь хотя бы земной мантии, однако для этого им пришлось бы преодолеть отметку в 30 или 40 километров. Но даже тот результат, которого они достигли, до сих пор является невообразимым. И пока что еще ни один аппарат не спускался под землю так глубоко. Сегодня геология развивается параллельно с проектами по освоению космоса. И подобные исследования можно сравнить с хорошо известными нам телескопами. При этом геологи также имеют свои амбициозные планы. И пока одна часть научного сообщества думает о том, как попасть на другие планеты, другая изучает строение нашей собственной и строит планы о том, как в будущем человек сможет дотянуться до центра Земли. Субтитры создавал DimaTorzok